Утка и четыре утенка, но я видел еще крошечнее у мостка, ну прямо как воробьи. Прогулка на Джамгарские пруды 4 июня 2011 года. Субтитры создавал DimaTorzok Вышел из дома без диктофона, без ручки и без бумаги, так как собирался гулять с телефоном. Но объект мой, которому я говорил в прошлый раз, что я занят, сам теперь оказался. И моя любезность позвонить оказалась не кстати. Я на пруд. И вот тут оказалось, что я без бумаги. Поднял лист на сквере, оказался пакет из подденек. Я рассмеялся. Да-да, вряд ли этот конверт с деньгами принес такую радость кому-то, как мне, Когда оказался свободным, для беседы со мной. На лавке напротив кинотеатра сидела троица с важным видом, как перед самоваром. Купили кальян и поставили перед собой. И курили с важным видом. Я улыбнулся. Довольный улыбнулся и слева сидящий. Знак скорость не больше сорока. Чуть подальше, где убрали бестолково знак перехода, Есть знак, что школьники перебегают дорогу. Теперь здесь перехожу к джангарскому полю. Второй раз решился на подвиг писать в один день. Натюрморт и прогулку. Поскольку понял, что день за днем сидеть, за палитрой и кистью, Нездоровый образ жизни. Пусть я бессиленный, но иду и пешок. Результат не имеет значения. Четыре мальчишки отплыли от берега и остановились. На глубину идти не хотелось. Двое вернулось. И женщинами оказались. А мальчишки принялись играть для развлечений. Да, идти, конечно, мука одна. Мало того, что голова утомлена, Ничего не соображает. Все дороги перекопали. И приходится идти по краю, над кручей. В воде плескалась какая-то радиорыба. По-другому не скажешь. Это то, что выскакивало из ящика радиоприемника на том берегу. И на середине плескалась. Среди кувшинок у мостика Ага, 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 ага. Восемь рыболов я насчитал. Возвращаюсь по другой стороне. В это время и сын позвонил. Юра. Две чайки кругами летали. И накрапывать стало. Повернул я обратно вдоль пруда большого. Это что-то новое. Это не только ветер приподнял плоские листья кувшинок. И это им понравилось. И многие на полметра в воздухе существуют. А это желтые кувшинки. Прямо как лотос, который я видел в Корее. Палку зеленую из-под тростника Захотелось поднять и нести. Как в детстве. И, кстати, сзади собака с девицей. А впереди компания фотографирует собаку. Собака плевалась, купаясь. И я сплюнул невольно. Хотя мне хотелось заварить. Но я постеснялся девицы. Много ветер пыльцы с цветов обронил. Кажется, что кидали лопатами песок оранжевый в темную воду. А он не тонул. Это пыльца от цветов. Утка и четыре утенка. Но я видел крошечные. У мостка. Но прямо как воробьи. Там, где пруд заворачивал, Попробовал опираться на палку, шутя. И мне понравилось. Понял я бодрость четвероногих. А водопад затмевал вид трехпалубного ресторана. И поэтому сегодня на третьей палубе много народа. Ничего себе! Мало того, что рыжая чайка. Места нет. Но и нахалка не улетает. Просто отошла с важным видом. Пока я писал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok